Привет всем любителям турецких сериалов! Спасибо вам, что вы прибавляетесь, что вы слушаете и смотрите мои обзоры. Мне безумно приятно, что я не одна, которая любит эти турецкие сериалы, обсуждает их и даже пишет. Но об этом получается. А сегодня давайте посмотрим мой следующий очередной обзор к турецкому сериалу «Наша история» с Хазал Кая и Бураком Денисом в главных ролях. Ну что, поехали? Хады поколы! Турецкая драма «Наша история» является оригинальным ремейком американского сериала «Бесстыдники». В ней рассказывается о семье, которая проживает в Стамбуле, в самом бедном районе города. От непробудного пьяницы ушла жена, у которого в придачу есть шестеро детей, которых нужно кормить и воспитывать, но он постоянно пьет. Все тяготы по домашнему хозяйству и зарабатыванию денег взяла на себя Фелис, старшая дочь. Ее младшие братья совсем маленькие. Однажды главная героиня турецкого сериала «Наша история» повстречала молодого и симпатичного парня Барыша, который влюбился в девушку с первого взгляда. Молодой человек предпринимает максимум усилий, чтобы понравиться Фелис, который он тоже небезразличен, но она не может уйти из семьи ради своей любви, так как чувствует ответственность за судьбу младших братьев. Хазал Каям. Да, бриллиантовая девочка. Золушка всея Турции. Так я ее называю, потому что все-таки очень ее любят в роли такие, где она бедную девушку играет. Обязательно попадается такой красивый, успешный мужчина, который вытаскивает из нищеты, из всех ее бед и становится ее героем. Конечно же, не каждой актрисе удастся побывать партнершей таких актеров, как Кыван Шатлы Тух, Чаатая Усой, Араз Булутая Немля, а теперь еще и Бурак Денис добавился. И со всеми были сцены поцелуев. Давайте-ка подумаем, так и до Бурака, очевидно, недалеко. Вот это повезло. Вот это надо за такой короткий период молодости, чтобы у тебя в партнеры были такие актеры, такие красавцы, такие таланты. Местному полицейскому Джингизу Фелис тоже нравится, и он хочет, чтобы красавица стала его женой. У девушки есть непростой выбор. Она разрывается между любовью к Барышу и долгом перед своими родными. Кроме того, молодой человек, в которого влюблена Фелис, совсем не тот, за кого себя выдает. Каждый персонаж индивидуальный. В каждой серии что-то происходит. Новая проблема, новые решения. Из-за этого есть ощущение динамики событий. Несмотря, опять же, на нашу, в кавычках, любимую длительность турецких сериалов в 2,5 часа. Если вы будете смотреть сериал из-за Хазал Кая и Бурака Дениса, а именно их дуэта романтического, то, я думаю, надо подумать. Для меня это все-таки как лед и пламя. А если Хазал, она такая холодная королева, которая, я так и быть полюбила вас, я так и быть поцелую вас, я так и быть подпущу, чтобы вы гуляли со мной, то Бурак Денис все-таки по темпераменту подходят такие партнерши, как у него было «Любовь не понимает слов» с Ханде Эрчел. Вот там темпераменты подходят. Он более горячий, активный, он импульсивный, он пылкий, то есть он не холод. И поэтому в этом дуэте был некий резонанс. То есть и здесь помогло то, что все-таки у сериала было очень много сюжетных линий, событий, историй и других отвлекающих моментов, да, другие пары, другие актеры. Поэтому это спасло. Но если бы сериал выстроили только на этой паре, был бы провал. В итоге получается хороший семейный сериал, не похожий на все другие турецкие сериалы, о бедной жизни в квартале, где персонажи проживают нелегкую жизнь. Каждый персонаж хорошо прописан, веришь игре, живешь с ними на протяжении всего сериала. Но самое главное – просто поклон саундтреку к сериалу. Меня эта музыка в движение такое приводит. Мне кажется, с таким настроением и энергетикой от этого трека кажется, что тебе все по силам в этой жизни. Не могу наслушаться, и это правда. Название песни оставлю в описании под видео. Если Бурак еще как-то старается играть и выдавать хоть какие-то эмоции, так как видно, что по натуре очень эмоциональный человек, то госпожа или как по-турецки «ханым хазал кая» вообще не заморачивается. Я не могу назвать ее актрисой года. Бывают пару моментов, где в истерике она бьется почти веришь, или мило смотрит в глаза актера и скромно улыбается, и тоже вроде бы как веришь. В данном сериале не оценить ее актерские таланты. Очень много отвлекающих факторов, шикарный саундтрек, много персонажей, и просто начинаешь от нее отвлекаться. Конечно, это не тот сериал, где между главной парой должны летать искры и страсть, но не верилось в их отношения в сериале между Бураком Дениса и «хазал кая». И это правда. «Хазал кая» для меня снежная королева, которая всегда держится на дистанции от своего партнера. Я это чувствую. Может, для кого-то это богиня эмоций и страстей, но не для меня. Но отмечу, жизненные ситуации играла хорошо и естественно. Не на пятерку, но твердую четырек. Но в Турции это любимица «хазал кая» и, видимо, сериальное достояние. Поэтому сколько зрителей, столько и мнений. И это правда. Но российскому зрителю вряд ли она согреет сердце своей игрой. Сюжеты интересные, но на втором сезоне становится скучновато. Много бесконечных и непрекращающихся проблем. А главная пара «Саваш» и «Фелис» не совсем цепляют. Из-за того, что много сюжетных линий сериал оставит своего зрителя для просмотра в дальнейшем. «Любовь» здесь побеждает везде. Очень поучительный сериал. Поэтому моя оценка 7 из 10. И это правда. Ну что, друзья, это был мой обзор. Мое мнение и моя правда. Буду рада обратной связи и узнать ваше мнение по поводу этого сериала. Совпадает ли оно с моим мнением или нет. И еще хочу отметить, мне безумно понравилась музыка, трек к этому сериалу. Я поставила его к себе на телефон. Он мне поднимает деньги. Это нереально веселая музыка. Я обязательно ссылку и название этой песни оставлю у себя под видео. Просто шикарно рекомендую. И это правда. Ну что, до следующего видеообзора об очередном турецком сериале. Ну все, пока-пока. Гюлей-гюлей.